Восставший из пепла Начал учиться во 2-м кадетском корпусе в Петербурге, но прервал учения и отправился вместе с отцом в научную экспедицию известного путешественника Козлова в Центральную Азию. Впоследствии окончил Петербургское казачье училище и служил в 1-м Нерчинсполку. Во время Первой мировой войны был несколько раз ранен, контужен, награжден георгиевским оружием за взятие конным строю, фолюарка, поэшмель в Восточной Пруссии. В конце войны Исаул Перфилев был награжден Георгиевским крестом. В 1915 году начал печататься в огоньке солнца революции Ниви. Революция и гражданская война стали для Перфилева личной трагедией. В 1918 году в Петрограде умерла его жена и дочь. Сам он год провел в тюрьме и уже в 1921 году смог перебраться в Латвию. В Риге поначалу зарабатывал на жизнь казачьего ремеслом, выиск из каковых лошадей. Потом попал в журналистику, много писал для газет «Рижский курьер», «Русское слово сегодня», «Маяк», «Русская жизнь», «Новый голос», журналов «Наш огонек», «Новая Нива». Сочинял я эмористические рассказы, песни, романсы. Кстати, замечательный романс «О эти черные глаза». Помните? «О эти черные глаза». Написанные на слова Александра Перфилева вошли в репертуар легендарного Петра Лещенко. В рижских созданиях у Перфилева было три псевдонима Александр Ли, Шерри Брэнди и Гантимуров. Вышли три его сборника «Снежная масса», «Листопад» и «Ветер севера». Во всех его произведениях три главные темы «Любовь, смерть и Россия». Поэзия Перфилева всегда глубока и пессимистична. В Риге произошли перемены в семейной жизни. Его супругой стала 19-летняя Ирина Сабурова, поэтесса-литератор. В 1940 году после прихода в Ригу Красной Армии Перфилеву пришлось сделать все, чтобы не привлекать себе внимания НКВД. Он порвал журналистикой, устроился сторожем, развелся с женой, чтобы не подвергать опасности жизни. Ее и их сына Олега. После войны жил в Германии, работал на радиостанции «Свобода». Уже в Мюнхене Александр Михайлович встретил бывшую жену с сыном. В 1960 году умер после неудачной операции их сын Олег. Перфилев и Сабурова поддерживали друг друга, работали в одних и тех же иммигрантских журналах. В 1973 году в Мюнхене Александр Михайлович скончался в возрасте 78 лет. И уже после его смерти в 1976 году Ирина Самбурова публиковала итоговую книгу стихов Перфилева, названную просто «Стихи». Вот такая биография поэта. А теперь немножко бы я хотел почитать его стихотворение. Первое стихотворение «Бессмыслица». Я начал жить бессмыслицу войны, едва лишь вознужал, а расправил плечи, как будто для того мы рождены, чтобы себя и всех кругом калечить. Вагон товарный заменял нам дом, минуты перемирий, полустанки, чтобы успеть сходить за кипятком, сесть курку хлеба, просушить портянки. Любовь, ранее угольки, тепла, дымила, тлила и не разговалась. Вслед за войной война другая шла, жизнь кончилась, бессмыслица осталась. Красивое стихотворение. Следующее. Люблю мою древнюю землю, ее касание чту, ее печали приемлю, пиваю ее красоту. Молюсь я другой святыне, другие песни пою, и часто своей гордыне не помню землю свою. Но если бы в иные страны вы что-нибудь взять могли, я взял бы присыпать раны щепотку родной земли. 1925 год. Следующее стихотворение. Говорим презрительно-мещанское счастье. Жена, дети, кухня, пеленки. Но отчего в осенние ненастия детские голоса так звонки? Говорим испуганно петля новей, копеечные расчеты, вечное карпение. Но отчего в каждом человеке смутное к семье тяготение? И у каждого бывают такие мгновения, что отдал бы все на свете, только бы было это вечное карпение. Жена, пеленки, дети. Отличное стихотворение. Писал в 1925 году. Следующее стихотворение. Вы вопросы себе задавали, восхищаясь бессмертием строк. Был ли Пушкин счастливым? Едва ли. Наше время Ахматова? Блок. Города, зарушавшие слово, останавливать время могло. Только слово из уст. Гумилева. Ты до синей звезды не дошло. Что же, выводы очень жестоки. Как душою поэт не криви, никакие бессмертные строки не заменят нам смертной любви. Следующее. На войне молодеет душа, разрывая постылые путы. Выпить жизнь из простого ковша, быть собой до последней минуты. Небывалому бросить могу. Смерти крикнуть в лицо не позволю. И без злобы навстречу врагу устремить обостренную волю. И в предсмертном томлении своем твердо помнить слова огневые. Что высоким казачьим седлом и клинком создавалась Россия. Написал это стихотворение в 1929 году. Следующее стихотворение. Называется просто «Стихи». Прочтут, когда тебя не будет, а вероятнее не прочтут. Стихов не любят нынче люди, а те, кто любит, не поймут. Все исказят, переначат. Им разъяснять потом изволь. Там, где смешно, они заплачут и посмеются там, где боль. И дело тут не в криптограмме. Как хочешь, просто напиши. А в бесконечно сложной гамме чужой читающей души. Так, взвесив беспощадно строго. Бесцельность и ненужность строк. Поймешь ту боль, с которой Гоголь все сокровение шесть сжег. И не дороже по барякушке кровоточащая строка. Недаром Лермонтов и Пушкин не дожили до сорока. Последнее стихотворение, которое я вам хотел прочесть, написано в 1970 году. Нет ничего, а только что-то мерцающее в серой Англии. И ожидание расчета за прожитые на земле. За все, что было счастьем или осыпалось, как пустоцвет. За всех, кого мы не любили или зря любили много лет. Ну вот, пожалуй, и все. Немножко о талантливом поэте, прозаике русского зарубежья Александра Михайловича Перфильевой. Страница из книги Анатолия Соколова «Восставшая из пепла». Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok